Здравствуйте! Светлана Калмыкова с вами на связи. Прямой эфир, 15 минут с ответами на ваши вопросы. Давайте, все, что вас интересует, о нашей семье, о переходе на другой тип питания. Привет, Партибор. Я с удовольствием поделюсь и попробую направить вас, вдохновить, замотивировать и отравниться. Я автор многих программ по оздоровлению, как детей, так и беременных и кормящих мам. И свой опыт, 4 беременности, 3 из которых на сыроедении, 3 домашних, соло, родов. Мне есть, что вам рассказать. И помимо этого, помимо своего опыта, у меня колоссальное количество времени, я работаю с людьми. Также по оздоровлению, по восстановлению здоровья, по подготовке к родам, сопровождаю беременность, в родах. Ну, и я рядышком всегда-всегда очень рада тому, какой мой путь. Вижу ваши вопросы, готова отвечать. Здравствуйте всем! Добрый день, Ирина! Я на русском буду сразу говорить. Правда ли, что нельзя запивать еду, вареную или овощной салат? Можно ли или нет запивать водой? Желательно не запивать, понятно, что да. Что происходит, запивая водой любую еду, даже вареную, даже либо сырую, либо вареную. Ну, понятно, да, ферментная обработка пищи желудочным соком, желудочными солями происходит в разы, в разы меньше. И, соответственно, польза такой пищи, она балластом, тяжелым грузом проходит по пищечнику. Понятно, что все равно работает, да, но, тем не менее, желательно не запивать водой еду, потому что нарушается процесс пищеварения. Если хочется, вообще, самое важное правило, которое у вас должно быть, вот вы попили перед тем, как пошли покушать. То есть, почувствовали голод, и у ребенка то же самое, и отправляйтесь попили воды, и понимаете, что есть не особо хочется, а если все равно хочется, то естся намного меньше порции. Ну, и, соответственно, потом, во время того, как вы будете кушать, не будет хотеться запивать. Здравствуйте. Какая причина и последствия длительной желтухи новорожденных до трех месяцев была? Как помогать ребенку до года в этом случае? Есть связь с развитием аллергии пищевой. Вообще, связь, вообще, колоссальная связь, но желтушка, либо это гемалитическая болезнь, две большие разницы, да. Если легкая желтушка, но, опять же, нужно смотреть, как питается мама, почему иммунитет вот настолько подсажен у мамы, и, соответственно, ребенок не получает того необходимого, чтобы он мог получить от маминого молока, с маминым молоком, чтобы восстановиться. Какие были роды? Было ли преждевременное перерезание пуповины, когда действительно ребенок теряет много своей крови, которая должна была перейти ему с рождением из плаценты, потому что он как по родовым путям, как проходит, как выжимается лимончик. И много, треть крови, да, остается в плаценте. И это очень важная кровь. Это то, на что ребенок первое время начинает тратить свои силы, жизненную энергию, и, соответственно, вот желтушка и так далее, ну, и все возможные, да. И та же аллергия пищевая, и высыпание. Опять же, как бережно относились к ребенку после родов, Анна, либо это у вас домашние роды были. То есть, опять же, нужно знать. В роддоме, ну, понятно, там вытирает смазку, да, вот эта первородная жирненькая смазка на ребенке, она же должна впитаться. Это первичный иммунитет, вот то, что ребенок, это его, никто не должен это забирать. И иммунитет кожи очень сильно угнетается, если вытирать первородную смазку. Много есть факторов, почему желтушка не проходила так длительно. Какое было вскармливание, только ли грудь была, либо была вода, да, корм всевозможный. Какое время года у вас было, когда вы родили ребенка. Ну, то есть, много вопросов, которые я должна о вас узнать. Полезен ли натуральный яблочный уксус? Уксус это алкогольный продукт. Все. Доля алкоголя есть. Это решающе. Мы не используем, ни я, ни мой супруг в выздоровлении, мы не используем ничего, что содержит алкоголь. Даже в маленьких процентах, даже в якобы натуральные яблочные уксусы. Но это уксусы. Любой алкоголь закисляет кровь. Да, какой-то положительный эффект может быть заметен на ослабленном теле. Смотрите, почему говорят, что будет суперполезен и такие хвалебные оды. Потому что в основном принимают люди, которые с ослабленным иммунитетом, с тяжелым питанием. И они много выпили, да, попили яблочный уксус. Вроде как легче стало телу. Тело немножко взбодрилось. Потому что что-то там натуральное поступило. Особенно в зимний период, когда там в чай добавляют. Но считается как иммуностимулятор небольшой, яблочный уксус. Но, к сожалению, вы не получаете процессы оздоровления, не включается. Да, чуть-чуть легче работает тело, чем без яблочного уксуса. Но глубинных процессов никаких не происходит. То есть смысла никакого нет. Ну и плюс закисление крови, это создание благоприятной среды для развития грибков, паразитов и так далее. Поэтому я не использую. Так, последний вопрос. И я пролистываю, прокручиваю, потому что многие пишут, что я не успеваю дойти до их вопросов. Буду вот так прыгать по вопросам, чтобы зацепить тех людей, которые только подключаются и не знают, что нужно копировать и сразу вставлять сообщение, чтобы ваше сообщение было в первых. Всегда вздутие после капустного кваса, после очищения касторкой. Почему? Чистка сама проходит хорошо. Что делать? Восстанавливайтесь хорошо, да? То есть вы досконально восстанавливаетесь травами. Первый прием пищи это травы, да? Вы пробовали целый день провести на травах после очищения касторкой? А, после капустного кваса. Квас тогда убирайте. Возможно, да, тело вот так реагирует. Лучше тогда использовать травы. И с травами намного комфортнее. Но это ваше вздутие после касторки. Это первый звоночек, что надпочечники и, ну, в первую очередь надпочечники не работают как нужно. Плюс еще, если вы попробуете после касторки пить желчегонные травы, вот вы увидите, что вздутие будет меньше. Если меньше, значит, все-таки начинать нужно работать с печенью. Листаю, листаю, листаю. Я из Санкт-Петербурга. Говорят, эпидемия сейчас кори. Как не заболеть? Делать ли прививку от кори? 12 месяцев ребенку грудной оскармливает сыроед. У нас вот в Украине бушуистовал этот вирус. Было много-много заболевших. И женщины, и беременных, и кормящих, и деток. Ну, не просто так, вдруг вспышки, да, эти появляются. Как не заболеть? Однозначно, вот, это ваш выбор. То есть я не могу вам сказать, что нет, не делайте прививки, идите себе спокойно, не заболеете. Не могу сказать, но для себя я знаю, что я колоть ничего не хочу. Ни своим детям, ни себе. Есть другие способы, как повышать иммунитет. Если ваша пищеварительная система будет работать как часики, если вы будете помогать, там, опять же, после восстановления микрофлоры, после работы с кишечником доскональной, будете немного стимулировать иммунитет, тогда вы получите очень стойкие, очень мощные эффекты, которые сможут справиться со всеми вирусами, бактериями, которые вокруг вас обитают. Они в любом случае будут всегда обитать тот или иной вирус. Поэтому ваша задача создать такие условия, чтобы тело справилось. И для меня это точно не вариант делать прививки. Запустите очищение кишечника, сделайте курс один-другой, чтобы быть уверенной, чтобы сказать наверняка, что тело крепко, сильно. Растирайте, опять же, стопы, спинку, грудь согревающими маслами. Вообще массаж делайте каждый день, массаж стоп делайте ребенку маслами. Выполняйте те рекомендации, которые я советую. И мочки ушей, латку ушей делайте. Но иммунитет скоро, скоро курс. Приходите 17-го числа, вернее не курс, а бесплатный марафон. Я там расскажу, что нужно делать с иммунитетом. Самое главное последовательно, чтобы вы были уверены, что ребенок справится. Даже если он отреагирует на этот вирус, на бактерии, неважно на что. Но все может пройти в намного легкой форме, быстрее, комфортнее всем. Стоп, пролистала. Противопоказания отмина с кориандром, пожалуйста. Юлия, отмин с кориандром противопоказан в первую очередь у людей, у которых есть серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы. Раз, второе, это у кого, ну считается, что если есть имплантанты, если есть любые имплантанты, считается, что отмин с кориандром повышает иммунитет так, что могут отторгаться имплантанты. Но это нужно в каких количествах, в каких дозировках это выпить. То есть сейчас в тех дозировках, которые даю я, которые я рассказываю, это безопасные дозировки для всех, кроме сердечников. И если, еще момент, противопоказания, если не соблюдается рецептура. Если человек хочет, я знаю таких много мам, которые вот от любви, от заботы стараются побольше, побольше сделать, дать, чтобы, вот наверняка, чтобы сработало. Вот в данном случае не работает. То есть если вы хотите, чтобы не было, да, отторжения каких-либо там имплантатов и так далее, чтобы не спровоцировать это, то, ну, в 5-6 раз увеличивать дозировки однозначно запрещено. Здравствуйте. Как восстановить организм ребенка после антибиотиков? Лежали в реанимации с инструктивным брендователем. Смотрите, есть пост после антибиотиков. Что делать? Прямо так и написано. На картинке после антибиотиков. Зайдите, пожалуйста, туда, там расписано, что пошагово вы можете делать и как это делать. Что заваривать? Проходите, все читайте. Либо заходите в методика Калмыковых, методика нижнего подчеркивания Калмыковых. Наш личный хэштег, по которому вы, нет, вернее, не личный, он общий. Там есть и другие посты других девочек, которые выкладывают информацию под нашим хэштегом. Но, тем не менее, мои посты там есть все. Найдете. Стоп. Привет, это история с корью полностью информационная. Аня, я вас благодарю за то, что вы рассказали об этом. Наверняка у вас есть данные. Я не изучала, почему вдруг такой вот с корью шум, такой бум прям подняли. Ну, не просто так, не просто так, да. Понятно, кто кому нужно и что за этим стоит. Так, Ната пишет, после тмина с кориандром заныло в области поджелудочной на третий день. Это нормально. Тмина с кориандром на поджелудочную негативно никак не влияет. Но, он может проявить, показать вам, где есть особенности. Понимаете? Вот всегда знайте, когда вы входите в процесс очищения, когда вы запускаете процесс очищения любым методом, будь то используя нашу методику, либо других целителей. Вы запускаете процессы, которые начинают помогать телу выводить остатки, выводить залежи, токсины и так далее. И хотим этого или нет, но выход вот этих залежей, он будет всячески проявлять, показывать, что вот здесь нужно работать, и вот здесь нужно работать, и вот здесь вот еще обратите внимание. И поэтому думать, что вот как с таблетками происходит, да, то есть выпил пилюлю, и все симптомы ушли, вроде как здоровый человек, да, ничего не болит, нет, очищение работает по-другому. Если вы действительно хотите прийти к здоровому и полноценному здоровью, то вы должны понимать свое тело. А тмина с кориандром запускает процесс очищения, и тут же начинает все показываться, проявляться. Почему во время беременности тоже говорят, что иммунитет вроде как падает, и болячки проявляются. На самом деле иммунитет крепнет и дает возможность нам поработать с тем, что еще нужно сделать до рождения ребенка. То же самое и здесь с чистками. Ваш иммунитет начинает активно работать и справляться с тем, что должно выйти. Однозначно, если есть какие-то неприятные, тянущие, нующие боли в поджелудочной, то нужно сходить либо к остеопату, либо на УЗИ и посмотреть, что происходит с телом. То есть на расстоянии вот так вам сказать наверняка я не могу. Мне нужно либо, чтобы мой супруг осмотрел, либо, чтобы я прощупала живот, либо видеть анализы, понимать, что происходит с организмом. И тогда можно дать конкретные, четкие рекомендации, что вам делать. Вот так вот на бум, а вот это может быть и вот это, а вот это может быть и вот это. Ну, тело совершенно разное у каждого человека, как в принципе и питание, как и мысли и так далее. Поэтому, если вы чувствуете дискомфорт, то вы можете сходить, узнать свое тело. Ну, я, конечно, ближе, мне висцеральный терапевт, если вы найдете висцеральщика хорошего в своем городе, сходите к нему. Он проточипает живот, поймет, где уплотнение, где орган спазмирован, где уплотнена, может быть, печень у вас, может быть, органы не на месте. И, ну, это очень хорошая диагностика. Так что, если у вас есть возможность это сделать, то было бы замечательно. И дальше листаю. Можно на следующий день после костерки есть помело? Да, помело можно слишком, смотрите, на следующий день запрещено. Слишком сладкие фрукты это дуриан, бананы, хурма, все остальное, ягоды особенно, прекрасно, цитрусовые, замечательно, соки, вот хорошо тоже. Все это можете употреблять на следующий день после костерки. Но, в основном, не было вот этого беспорядочного питания, все-таки интервал между приемом пищи обязательный. И не смешивать большое количество пищи, потому что, ну, смысл тогда того, чтобы почистились и восстанавливали микрофлору. Ну что, сегодня у нас снова прямой эфир, а значит, у нас сегодня розыгрыш моего закрытого большого видео. Женская душа, эмоции и техники работы с женскими недугами по психосоматике. Готовы? Хотите розыгрыш? Под последним постом. Все, кто поставил лайки, участвуют в розыгрыше. Ну что, готовы? И так, давайте еще раз обновлюсь. Кто сегодня выигрывает? Листаем. Куда? В какую сторону? Давайте обратно. Туда еще. Еще туда. Исток. Наталья. Орлова Ната. Я вас поздравляю, вы выигрываете. Выигрывайте от меня видео, где я вот от всей души рассказываю вам, что можно сделать в той или иной ситуации. Как можно работать со своим телом, и как можно его узнавать ближе, чтобы оно давало подсказки. Я вас поздравляю. Все, кто будет завтра, кто поставит лайк под следующим моим постом, завтра в прямом эфире, мы снова разыгрываем это же видео. В течение всей этой недели. Все, а пока я с вами прощаюсь. Бегу дальше все готовить к своему бесплатному марафону по иммунитету детей. До скорой встречи. Завтра жду вас всех в 13.00 по Москве. Всего доброго. Продолжение следует...